Добрый день, друзья! На связи Андрей. Сегодня мы с вами запишем огненный кейс с Дмитрием. Дмитрий – это ученик курса «Максимум продаж 4.0», который не против поделиться с нами всеми своими результатами. Привет, Дима! Здравствуй, Андрей! Расскажи, пожалуйста, Дима, откуда ты, чем занимался до курса? Я в Закарпатской области, город Мукачево. Прекрасный город, занимался продажами через ВКонтакт, то есть по дропшоппингу обувь, большинство обувь. Потом решил сделать интернет-магазин. То есть я его сделал, и вот тут я столкнулся с проблемой именно по настройке рекламы через кукол. Магазин тоже по обуви получается, да? Да, по брендовой обуви. Понятно. Хорошо, давай поподробней. Вот, после того, как Янушу меня за вами занимается программированием, то есть он делает чисто именно интернет-магазины, он мне его сделал, и вот тут я столкнулся с проблемой, как начать продавать через именно интернет, через губ. То есть я был новичок, я в этом ничего не понимал. Ну, я начал искать компании, которые занимаются именно по контекстной рекламе, контекстно-магазинной рекламе. И так вышло, они мне ее настроили, я там слил около 20 тысяч гривен, и в принципе вообще не получил никакого результата. И на тот момент я понял, самое лучшее это было именно самому научиться ее настраивать. То есть я начал искать интернет, рыться, где бы можно было какие-то курсы или вообще какую-то информацию почитать. И вот годик я вот это все выбирал, там какой-то курс купил именно по контекстно-медийной сети. Ну, он был более направленный, как бы изучение именно внутри, вот что та кнопочка означает, вот что именно из интерфейса, так как ознакомительный процесс, в принципе. Ну и вот буквально сколько я там год промучился, там пробовал, опять же, минусы, плюсы. Ну, больше, конечно, было минусов, но я не сдавался, потому что я знал, если трудиться и не сдаваться, в принципе, придешь к результату рано или поздно. То есть ты видел, что у других это работает, что люди продвигают через интернет услуги, товары, возможно, твои конкуренты много продают, но пока сам на тот момент ты не смог запуститься. Да, все верно. Просто с каждым годом больше людей начинают покупать в интернете. Конечно. То есть начинается вот оборот именно продаж в интернете. Как ты узнал о курсе максимум продаж и почему решил запуститься? Увидел твою рекламу в Инстаграме и начал следить. То есть я буквально следил, наверное, 7-10 дней. И за вот этот период, не знаю, ты как-то сразу нашел доверие, потому что есть, ну, тоже много бизнес-курсов. Это не специально. Ну, не знаю, вот иногда вот чувствуешь, да, человек, ну, так, чувствуешь ли он говорит правду или нет. Потому что я тоже был на этом курсе и там сильно обжегся, не буду подробных. Типа, то я тебе там писал, ну, ты, наверное, не помнишь, купил там один курс за 16 тысяч и то, что полный был развод. И вот на тот момент я потерял. Ну, бывает, конечно. Разные. Тут главное обучаться у практиков, у тех людей, кто действительно работает в этой нише. Потому что есть люди, которые теоретики, которые прочитали какую-то информацию или прошли курс и начинают тоже обучать. А есть практики, которые в этом работают. Так вот, курс максимум продаж основан исключительно на практике. На практике моей и наших партнеров. Их уже больше 20 человек. И нам есть чем делиться. Согласен? Согласен, конечно. И даже не понимаю, почему ты так дешево данный курс продаешь. Потому что действительно он генерирует немалые деньги. Вот реально. То есть, реально можно отбить курс на этапе даже теста. То есть, ту информацию, которую ты даешь, она настолько простая. Ну, и в одно время, и тяжелая, в принципе. Если ты будешь работать и делять много времени, ты получаешь 100% результат. И я, в принципе, очень сильно довольным курсом. Потому что я направлен был именно по гуглу. То есть, я хотел посмотреть, что еще какие есть новые фишки, именно какие новые настройки. То есть, в твоем курсе на этапе теста я получил даже больше результатов, которого ожидал. Можешь немножко рассказать о результатах? Ты настроил рекламную кампанию. И, собственно, что из этого получилось? Да. Настроил рекламную кампанию по регистраторам. То есть, это уже изначально был, как бы, ну, не очень лучший офер. То есть, он уже, в принципе, на крахе. Ну, ты не первый, и ты не единственный, кто его продает. Из-за большой конкуренции офер не самый перспективный, но, в целом, ты настроил рекламу, да? Да, я настроил рекламу, и так получилось. Ну, то есть, может, я там даже зашел в небольшой плюс. Но факт в том, что даже при такой большой конкуренции я там смотрел статистику по выкупу именно трафика. То есть, у меня было 97%. То есть, весь трафик, можно сказать, по тем запросам ключевым я скупал. Конечно, потому что у тебя была правильно настроена рекламная кампания. И когда полностью по методичке круто настроен трафик, и если у вас действительно крутой офер, который закрывает боли, который конкурентоспособный по цене, у вас идут продажи. Да, и после того, мне было интересно, интересно, что будет там по Facebook, Instagram, даже MyTarget, ВКонтакте. Потому что MyTarget и ВКонтакте можно работать, допустим, с какими-то российскими ЦПА-сетями или вообще запартнериться с кем-то. Конечно, можно ли в Курсе? Я думаю, рынок более богат, чем в Украине. И я во время курса, вот я покупал стандартный пакет и понял, что в Гугле я вышел на... Ну, для меня это идеальный результат, то есть я уже подобрал себе вечную нишу, думаю, через пару недель буду настраивать, потому что там большое симметрическое ядро. Нужно еще много категорий именно на том сайте, ну, запартнериться. Вот, и я решился еще докупить себе курс по... Ну, на максимум, то есть. Так. И вот настроил рекламу на Facebook и Instagram. В принципе, могу говорить, что этот оптер я... Ну, его сейчас не проду, я уже буду настраивать на другой оптер. Давай так, ты можешь не говорить, потому что сейчас, возможно, все его начнут продавать, те, кто посмотрит видео. А мало ли, вдруг он уже отжат тобой, да? Ну, в общем, как бы, не обязательно. Можешь просто рассказать о результатах. Офер там из разряда, допустим, такого-то. Ну, само название не обязательно. Ну, всего было около... Даже за два дня было 56 лидов. То есть из 56 лидов реально подтвердилось там 40... Ну, около 90% 49% или 48% стопов. Отлично. Это подтверждаемость очень хорошая, в принципе. Да, то есть подтверждаемость отличная. То есть и вот эти люди выпустили туда. То есть это прув вообще идеальный. Я удивился. Ну, потом на третий день тоже были лиды, но уже не были подороже. То есть на второй день я уже... Это без оптимизации. У меня там лиды, я тебе даже скидил, там выходили по 79 центов, по доллару 25. То есть средняя цена была от доллара 3, там 2-4, то есть нормально. Были там, конечно, 3 вида, именно связка была по 4, по 5. Ну, то есть я даже оптимизировал в уровне. Эти все тонкости мы упустим, о них будем говорить на курсе. Как оптимизировать, как выводить оффер плюс, что нужно делать. В целом, смотри, Дима, у меня к тебе вопрос. Можно, как ты считаешь, можно ли с помощью этих знаний реально выбрать какую-нибудь нишу или товарный оффер и построить на этом постоянный прибыльный бизнес? Однозначно, да, потому что данный курс дает возможность вообще двигаться вперед, развиваться, масштабироваться и, ну, в принципе, стать профессионалом арбитража трафика. То есть, ну, да, я считаю, на сегодняшний день арбитраж это отличный заработок. То есть, если настраивать в Глебе на вечную нишу, ты можешь управлять с любого облака мира. То есть, ты один раз ее правильно настроил, оптимизировал, все, можно сказать, на всю жизнь. Согласен с тобой. Тут нет привязанности к месту. Ты можешь запартнериться с любым практически бизнесом, продвигать его через интернет, а при этом жить где-то, не знаю, на Бали или в Турции и так далее. В общем, можно путешествовать по всему миру. Ну, конечно же, в этом есть плюс арбитража трафика, что ты работаешь, по сути, через интернет. Но в целом и для тех, кто привык развивать оффлайн бизнес, у кого есть уже свой бизнес, который генерирует продажи, интернет – это тоже хороший инструмент для привлечения клиентов. И те все механики, которые мы разбираем на курсе, по всем самым трендовым источникам трафика работают на 100%. Вот Дмитрий в этом убедился. В целом, ты доволен своей инвестицией в курс? Да, я даже более чем доволен, потому что это на всю жизнь останется. Ты, в принципе, именно направил меня в правильное русло, именно куда нужно двигаться, как правильно все настраивать, как оптимизировать. И это бесценный опыт. То есть этот опыт даст тебе дальше генерировать деньги. И все, в принципе, развиваться. В двух словах можешь рассказать ребятам, которые нас будут смотреть, что у нас сейчас происходит в закрытом чате, где ученики между собой общаются. Кстати, закрытый чат – очень классная, я так понял, штука. Там много сообщений, но там есть интересные инсайты именно наших, так скажем, друзей. И они делятся своими результатами. То есть там реально очень крутые результаты. Там есть новички, которые уже делают неплохие отправки. И для новичков это, ну я не знаю, это три плюса, наверное. Ну это у них бесценный опыт. То есть они на этом начинают зарабатывать деньги, они уже будут знать, что дальше с этим делать. Сто процентов этим знанием можно найти применение во много сфере. Не только в арбитраже трафика, как в таковом, но и в продвижении любого бизнеса в интернете. Плюс эти знания будут оккупаться еще не один год. Потому что тема интернета, интернет-маркетинга, продвижение бизнеса в интернете, это 100% на ближайшие 10 лет тренд, в который очень важно войти сейчас, когда эта тема еще приносит большие, хороший хитбэк и большие деньги. В целом, спасибо тебе за отзыв. Молодец, что смог показать такие интересные результаты уже в процессе нашего обучения. Я думаю, дальше будет больше. Согласен со мной? Да, однозначно будет больше. Хочу поблагодарить всех ребят, кто смотрел наш кейс. Этот отзыв, надеюсь, было для вас полезно. С вами встретимся в следующих кейсах-отзывах. Ну а с теми, кто решил действовать, встретимся на курсе «Максимум продаж». Так что пишите мне и будем достигать своих целей с помощью арбитража трафика и продвижения в интернете. Всем спасибо, всем пока. Все, счастливо, удачи. Счастливо.